Сегодня я расскажу вам о том, что значит отчаянно искать Бога. Я считаю, что когда мы думаем о тех, кто отчаянно ищет Бога, мы представляем себе бедных людей. Тех, кто живет в ночлежке или прямо на улице. Мы думаем, что это сироты. Мы считаем, что именно такие люди отчаянно ищут Бога. Но лично я считаю, что отчаянно ищущие Бога люди не обязательно должны быть бедными или быть из низов. Они могут сидеть очень высоко. Они могут быть людьми любого достатка. Я говорю сейчас о вас, обо мне и вообще обо всех. Я говорю о нашей стране. Я говорю о всем сущем, потому что есть одна важная вещь. Всем нам нужен Бог. И не только тогда, когда все плохо. Бог нужен нам и когда все хорошо. Мы должны это понимать. Мы должны знать об этом. Бог сказал, никогда не доверяйте военным. Никогда не доверяйте своим силам. Никогда не доверяйте благополучию и деньгам. Никогда не доверяйте себе. Но мы забываем об этом. Иногда нам кажется, что все у нас хорошо. И тогда мы уходим от отчаянного поиска Бога. Мы словно говорим, Боже, ты довел меня до этого места. Спасибо тебе. Ну а дальше я сам пошел. Как нам понять, что так думать опасно? Вы думаете, ну вот, я это и заполучил. Но когда вы так думаете, на самом деле ничего вы не получили. Вы думаете, что сильны. Но когда вы так думаете, на самом деле вы слабее всего за всю вашу жизнь. Вам приходится стоять изо всех сил, иначе вы просто упадете. Потому что без Бога нам всегда очень тяжело. Без Бога нам не сделать ничего важного и хорошего. Я нашел подходящие строки в Евангелии от Иоанна. Это известные слова о том, что Бог — это лоза, а мы — его ветви. Ведь именно поэтому Бог желает, чтобы у нас были плоды. Кстати, Он хочет не того, чтобы мы зеленели, а чтобы у нас были плоды. Он призывает нас к тому, чтобы у нас были плоды. Но у нас будут плоды только тогда, когда мы будем связаны с Ним. Вот что сказано в Библии. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою. Сами мы не сможем ничего сделать. Сама собою эта церковь не будет развиваться. Кстати, Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Кто это сделает? Это сделает Бог. Ведь в Библии сказано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не строит дома, который строите вы, то вы можете рано вставать и поздно ложиться. Вы можете трудиться изо всех сил, но ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь на то нет Божьего благоволения. Вам нужно Божие благоволение. Бог щедр с теми, кто тяжело работает. Он против лени. Но важно знать, что без него у вас ничего существенного не получится. Бог сказал, как ветвь не может приносить плода сама собою. Ветви — это мы. «Если не будет на лозе», а это Иисус, «так и вы, если не будете во мне». Я есмь лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. «Ибо без меня не можете делать ничего». Согласны с этим? «Ибо без меня не можете делать что?» Поэтому мы должны знать, что значит пребывать в Боге. Мы должны понимать, что все благое, полезное и приносящее плоды должно идти от Бога. Все благое, полезное и приносящее плоды должно идти от Бога. Бог в нас, но чтобы процветать, мы должны быть в Нем. Бог уже в нас, но и мы должны быть в Нем. Бог сказал, если вы не будете пребывать во Мне, вы не будете процветать, вы должны научиться пребывать во Мне. Вы должны научиться отчаянно искать Меня и зависеть от Меня. А дело вот в чем. Пытаться вести жизнь без Бога — бесполезная трата времени. Потому что это не принесет нам ничего благого, полезного и приносящего плоды. Мы должны осознать нашу зависимость от Бога для спасения и освящения. Именно это мы, по-моему, и упускаем. Мы знаем, что для спасения нам нужен Бог. Потому что сами мы не спасемся. Сами мы не спасаемся, нам нужен Бог. Единственный способ спастись — это осознать себя сломленным и жалким. Мы должны прийти к Богу и сказать, «Я не могу обрести спасение». Спасение не получишь только ударным трудом. Это дар Божий. Мы должны прийти к Нему и, осознав нашу зависимость от Него, сказать, «Боже, пожалуйста, спаси Меня». Мы должны знать, что Он нужен нам, дабы спастись. Мы должны отчаянно искать Его, чтобы Он нас спас. Но когда мы спасаемся, если мы не будем осторожны, мы можем начать что-то в духе, а потом закончить плоти. То есть начать жить по правилам, которые мы установили. Или соблюдать праздники. Я сейчас говорю вам о жизни по закону. Если мы будем делать это только своими силами, у нас ничего не получится. И мы думаем, «Возможно, Бог меня спасет, но если и не спасет, то я, ну, как-нибудь это переживу». Мы думаем, что мы это переживем, но мы этого не переживем. Вы должны помнить об этом. Мы этого не переживем. Можете записать себе? Самим нам не обрести спасение. Мы должны отчаянно искать Бога, чтобы Он нас спас, а еще мы должны не менее отчаянно искать Его, чтобы Он нас осветил. Иначе говоря, для уподобления образу Христа и Иисуса, нам нужно, чтобы Бог начал что-то делать внутри нас. Давид это прекрасно понимал, что ему придется начать надеяться на Бога, а не на самого себя, чтобы жить и процветать. В 118-м псалме Давид говорит несколько интересных вещей. Вот первое из них. Он говорит, «Не дай мне уклониться от заповедей твоих». Только подумайте об этом. Он обращается к Богу. Он говорит, «Боже, я понял, что единственный способ для меня чего-то добиться — это просить помощи у тебя. Иначе говоря, вы должны зависеть не от себя. Вы должны зависеть от Бога. Зависеть не от того, сколько занятий по изучению Библии вы посетили, а должны зависеть только от Бога, не от того, на скольких службах в церкви вы побывали. Все эти вещи важны. Но это не главное. Главное — это Бог. Мы должны осознать, что все делаем не мы, а Он. И Давид сказал, «Только ты поможешь мне не уклониться. Только ты сможешь это сделать». Потому что если бы он не понимал, что Бог ему в этом поможет, он бы уклонился от истины. А еще он сказал, «Научи меня уставам твоим». Он понимал, что единственный способ научиться этому заключался не в человеческой премудрости. Люди такому научить не могут. Явить Ему это мог только Бог. Мы можем видеть это даже в Новом Завете, где нашим Учителем является Дух Святой. Только Бог научит нас этому. Только Он сможет нас направлять. Мы не должны направлять себя сами. Мы должны искать Святого Духа. Так мы и сможем пребывать в Боге. Именно Дух Святой научит нас всему. Все нам покажет и пошлет нам проповедь. Только Бог может научить нас этому. Понимаете? А еще Давид сказал, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Многие люди читают Библию, но ничего не понимают, потому что их глаза закрыты. И они не видят откровений, которые посылает нам Бог в Писании. А кто откроет им глаза? Ну, конечно, Бог. Спасение придет к нам, когда с наших глаз спадет чешуя, и мы увидим Бога. Тогда мы начнем видеть в Библии смысл. Но даже взрослея в Господе, мы все равно будем нуждаться в Нем. Нельзя просто так сказать. Итак, чешуя с моих глаз спала, ты мне больше не нужен, Боже. По моему мнению, мы должны расти в Нем и лучше узнавать Его. Мы должны знать, что Он любит, а что не любит. Чтобы это мне открылось, мне нужен Бог. Это мне нужно для божественного вдохновения и божественного направления. Он нужен мне, чтобы все мне открыть. С вами бывало такое, что вы читали Библию, и тут бам, вас озаряло. Просто вот так вот бам, и вас озарило. Ну, правда же, со всеми такое было однажды. И так все это делает Бог. Это Он стоял перед Своими учениками и говорил, «Вы не поймете ничего из того, что Я сказал, потому что вы не в состоянии это сделать». Наша возможность — это понимать идеи от Бога. Мы должны отчаянно искать Его. И Давид еще сказал, «Оживи меня по слову Твоему». Если вы подавлены, устали... Послушайте, Бог — это тот, кто вас оживит. Бог принесет в вашу жизнь что-то отрадное. Как сказано в Деяниях, «Да придут времена отрады». Вы сможете прийти к Богу и очиститься. Когда вы это делаете, к вам приходят времена отрады. Бог станет для вас прохладным зимним ветром. Который придет к вам после жаркого лета. Бог может быть для вас таким. Он может принести вам это. Ваш супруг или супруга, ваши дети, ваши игрушки, ваши хобби не могут вам этого дать. Как нам понять, что это Бог? Бог может послать вам отраду через эти вещи, но она идет не от них, а от Него. И еще одна вещь, которую сказал Давид. «Укрепи меня по слову Твоему». Именно Бог укрепляет нас. Что произойдет с надеющимися на Господа? Они обновятся в силе. Именно Бог наделяет нас силой. Он творит в нас великие дела, но еще более великие дела Он творит в мире. Если вы исполнены Духа, вас не будет мучить сплоц. Любая наша сила идет от Бога. А вот и еще одна вещь. «Ты расширишь сердце мое». Что означают эти слова? «Ты расширишь сердце мое». Они означают, что Бог дает нам сердце Отца. Когда вы рождаетесь, и вы младенец, у вас очень маленькое сердце, потому что оно пропорционально размерам нашего тела, но когда вы растете, важно, чтобы ваше сердце тоже росло. Довольно часто мы растем как христианин, но сердце наше не меняется. Это становится для нас проблемой. Мы должны расти не только в знании, но и в Духе Господнем. Мы должны расти в природе того, кто есть Бог. Расти внутри себя. Именно так мы изменимся. Сегодня люди смотрят на меня и говорят, «А ты уже не такой, каким был пару лет назад. Ты уже не такой, каким был 15 лет назад. Я ведь изменился, да?» Слава Богу. Хотя это очень странно. Когда мы познакомились с Джимми, нам показалось, что мы оба хорошие ребята. Ведь так, Джимми, да? Подтверди это. Но Бог знал, что это не так. Он знал, что у меня маленькое сердце. Мы должны увеличивать наши сердца. У нас есть цель. Мы должны уподобиться образу Христа. Поэтому мы должны увеличивать наши сердца. Вот почему мне особенно нравятся эти слова Давида. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Послушайте, когда мы не соединены с Богом, не пребываем в Нем, когда мы не ищем Его отчаянно, наши глаза могут смотреть на то, на что они смотреть не должны. Они могут смотреть на похоть, на мир и дела мира. Мир сгорит в конце времен, но мы фокусируем на Нем свое внимание. Это также может быть связано с целью. Мы можем преследовать ложную цель. Это может быть какая-то суета. Екклесиаст сказал, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Великие слова. Почитайте и уважайте Бога, а также следуйте за Ним, и тогда вас не собьет с пути всякая суета и чета. Мы можем видеть суету повсюду. Наши глаза не должны смотреть на суету. Наши глаза должны быть обращены к Иисусу. Вот еще одна замечательная фраза. «Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою». Чем больше мы читаем, чем больше мы узнаем, чем больше мы растем, и тем больше у нас благоговения перед Богом. Это означает, что мы глубоко уважаем и почитаем Бога. Мы должны быть более чувствительны к Божьим вещам, пока мы растем с тех самых пор, когда мы спаслись. Мы должны продолжать зависеть от Бога. Я видел много пожилых христиан, которые больше напоминают дикобразов, чем липучки на одежде. Дикобразы обстреливают вас иглами, если вы попробуете к ним приблизиться. А к липучкам вы прилипнете, если приблизитесь к ним, особенно если вы во фланелевой рубашке. Мы должны расти. У нас должен быть Дух Господа. Это изменит наш брак. Это изменит то, как мы ведем наш бизнес. То, как мы живем. Как добываем то, что нам нужно. То, как воспитываем детей. Это изменит то, как мы относимся друг к другу. Это изменит наше отношение к церкви. Изменит вообще все. Потому что Бог желает, чтобы мы испытывали перед Ним благоговение. Благоговение не значит, что мы должны падать ниц перед Богом. Ему это не нужно. Он хочет, чтобы мы Его славили. Давайте скажем «Аминь». Он желает, чтобы мы Его почитали. Чтобы мы помогали Ему. Чтобы тем самым прославить Его имя. Вот чего желает Бог. И знаете, поскольку Давид осознавал свою бренность, это побуждало его каждый день искать Бога всем своим сердцем. Если вы читали Псалтырь, то вы наверняка заметили, Давид ходил в храм по семь раз в день. К тому времени он уже был царем. Он осознал, что молиться на рассвете недостаточно, и что он постоянно должен обращаться к Богу. В Новом Завете сказано, что мы постоянно должны молиться. Мы должны молиться не раз в день, а посвящать молитве целый день. Это означает, что каждый раз, когда с нами что-то случается, мы должны шептать имя Бога, думать о Нем, и помнить о том, что внутри нас есть Дух Святой. Он направит нас и научит нас всему. Почему? Да потому что мы от Него зависим. Мы должны понять, что без Него у нас ничего не получится. Мы должны сказать, Он необходим мне. Он нужен мне. И это поможет нам искать Его. Если мы не осознаем, что сами мы ничего не можем, мы никогда не осознаем нашу силу и полноту во Христе. Мы должны достичь такой точки, когда поймем, что сами мы ничего не можем сделать. Мы должны достичь такой точки, когда поймем, что у нас самих ничего не получится. Проблема заключается в том, что Бог иногда позволяет вам что-то сделать, и когда так происходит, это происходит не случайно. Так вы и должны понять, что все происходит только через Него. Если вы говорите, «Я не могу это сделать», то вы на пути обретения силы. Мы должны просыпаться каждый день и осознавать, что сами мы ничего сделать не можем. Когда мы осознаем, что сами мы ничего сделать не можем, мы окажемся у подножия креста. Мы откроем дверь к Иисусу, мы вкусим вместе с Ним, мы пойдем вместе с Ним, мы начнем тянуться к Нему, мы начнем понимать, что если мы сплоховали, нам нужно обратиться к Слову и к Богу как к советнику. Мы будем стараться изо всех сил, потому что будем знать, что от Бога идет праведная, святая, чистая и вечная жизнь. Он призывает нас пребывать с Ним. Он призывает нас хотеть ходить в церковь, служить Ему и быть одной общиной, быть братьями друг к другу. Мы должны открыть Библию и читать ее каждый день, а также открыть наши сердца всему, что нас окружает, и услышать Дух Божий, который обращается к нам. Это заставляет нас хотеть всего этого, потому что мы знаем, что без Иисуса мы ничто. У нас самих ничего не получится. Нельзя прожить христианскую жизнь без Бога. Единственный способ прожить такую жизнь — это обратиться к Богу. Мы должны это понять, и тогда мы начнем ощущать полноту. Сейчас расскажу вам о случае, произошедшем с Павлом. Однажды Павел впал в полное отчаяние. Об этом можно прочитать во втором послании к Коринфянам. Он попал в тяжелую ситуацию, и у него не было сил. Он был в полном отчаянии. И он понял, что это произошло с ним не случайно. Это произошло с ним, чтобы он мог научиться надеяться на Бога, а не на себя. Иногда мы оказываемся в просто безвыходных ситуациях. Это происходит не случайно. Происходит так, чтобы мы могли научиться не надеяться на себя. И думаем, что Бог взирает на нас, сидя на диване с пачкой чипсов, и иногда прерывается, дабы нам помочь. И вот мы приходим в отчаяние. Мы кричим, «Боже, ты нужен мне!» Но Бог нужен вам не только во времена отчаяния. Он нужен вам всегда. Бог говорит, «Я нужен вам не только сейчас. Я нужен вам всегда». Бог желает, чтобы мы обратились к Нему уже сегодня, и чтобы Он был нужен нам всегда. Чтобы с вами не происходило сейчас, запомните, вам нужен Бог. Будь вы на вершине горы, только взбираетесь на нее, или еще находитесь у подножия. Вам нужен Бог. Тому, кто находится у подножия, нужен Бог, но и тому, кто уже на вершине, также. Очень сильно нужен Бог. Нам всем нужен Бог. Я просто обожаю строки из второго послания к Коринфянам, которые относятся к Павлу. Здесь его призывают смирить себя, потому что он погряз в знании. С ним много чего произошло, и Бог поместил ему жало в плоть, чтобы он смирил себя. Многие люди устраивают дебаты, чем именно было это жало. Я уверен, что узнаем мы об этом только тогда, когда попадем на небеса. Но тем не менее, давайте прочитаем этот отрывок. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Только подумайте над этими словами. «Ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Рэнди, ты уже думал над этим? Мы с тобой уже как-то обсуждали эти строки. Вам нужна Божья сила. Мы с вами достигли точки, когда мы поняли, что без Бога мы ничто. Вы знаете, кто мы? Без дыхания Божьего. Мы будем просто мертвы. Вы знаете, кем мы будем без дыхания Божьего? Мы будем просто прахом, лежащим на земле. Вот кем мы будем без дыхания Божьего. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Часто мы бежим от единственной вещи, которое может принести в нашу жизнь Божьи силы. Бог сказал, я охватываю это, потому что я хочу всегда помнить об этом. Это Бог. Все, что происходит, происходит по Его воле. Это Бог спас меня. Это Бог не дает мне сбиться с пути. Это не я, это Бог. Это Он. Когда я слаб и немощен, я сильнее всего в своей жизни. Когда я сломлен, Он возвышает меня. Именно поэтому мы должны осознать, что мы не только не можем спасти самих себя, но и не можем осветить сами себя. Сделать это без деяния Духа Святого внутри нас и деяний Слова Божьего, которое каждый день обновляет и омывает нас, чтобы пребывать в Боге, нам нужен Бог. У меня есть для вас воодушевляющее слово. Поднимите, пожалуйста, руки те, те, кто чувствуют, что Господь начал вас что-то совершать, кто хочет хорошо закончить свою жизнь. Итак, у меня есть для вас воодушевляющее слово. Это послание к филиппийцам. Некоторые из вас сейчас ведут борьбу и не знают. Победят они в ней или нет? Но послушайте, сейчас я скажу вам одну вещь, в которой я уверен. Я знаю это точно. Это истинная правда. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Давайте скажем на это аминь. Это Бог начал вас свое доброе дело. И поэтому все у вас будет хорошо. Раз он его начал, он доведет его до конца. Итак, какова же наша роль в этом деле? Послушайте, наша роль в этом деле, а именно вхождение с Богом, заключается в пребывании во Христе. Что это означает? Это означает, что мы должны каждый день быть с Ним в братстве и в общности. Мы должны отчаянно искать Бога всегда и во веки веков. Вот и все. Если мы это сделаем, то даже во время катастрофы, бурь или отчаянной борьбы, Бог будет рядом с нами. Он дарует вам силу. Мне очень нравятся слова Павла по этому поводу. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Павел сказал, «Это Бог воскресил меня, когда я был практически мертв». Да, Он это сделал. Он воскресил меня. Я никогда не забуду, какой я извлек из этого урок. Я понял, что я никогда не могу надеяться на себя, но я всегда могу надеяться на Бога. То, что Бог начал, Он обязательно закончит, если мы будем в Нем пребывать. Вот что сказал Павел. Бог просил нас просто пребывать в Нем. Не надо прыгать выше головы. Просто пребывайте в Боге. Представьте себе, как некий мистер Сэм в поте лица рубит дерево в лесу. Вы можете тоже стараться изо всех сил и в итоге только вымотать себя. Или же вы можете обратиться к Богу. И Он скажет вам, «А теперь ты можешь отдохнуть. Пусть этим займется моя сила». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!